Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты на часы смотрел? Где ты был? Сделку отмечали. А меня предупредить не мог? Я же тебя утром предупреждал, что буду поздно. Ну не в три же ночи. Мне уже надоели твои поздние возвращения, Боря. Скажи спасибо, что вообще домой возвращался. Ты что, хочешь меня опять до инфаркта довести? Ты забыл, как уже в моей поисцеле плакал? Помогите спасти мой брак. В последнее время мой муж возвращается домой под утро. А иногда от него пахнет алкоголем. Я уверена, что он завел любовницу. Хагалас. Руна разрушений. Что-то омрачает твои отношения. Что-то разрушает их. Так любовницей разрушает. Давай начнем все сначала. Расскажи мне, как давно вы вместе? И какие чувства вас связывают сейчас? Что-то разрушает ваши отношения изнутри? Нужно понять, кто это или что? Ну, мы уже 15 лет вместе. Конечно, всякое было. Но три года назад у меня случился инфаркт. Муж очень переживал. Он с меня пылинки сдувал. Все было отлично. Но сейчас... Сейчас он замкнулся в себе. Со мной перестал разговаривать. А еще он к маме часто ездит. Я не уверена, что он правда. Мама. Так, еще вот это. Ты в деревню едешь. Зачем тебе духи? А что, в деревне хорошо пахнуть не надо? А брюки новые зачем берешь? Что, картошку в них собираешься копать? Просто удобные штаны. Слушай, а давай я с тобой поеду? С чего, друг? Ты же с мамой не ладишь. Ну и что? А я хочу с тобой поехать. Значит так. Я через три дня уже вернусь. Успокойся. Мне кажется, на моем муже магия. Какая-то вертихвостка хочет отбить моего Борю. Ведь он директор мясокомбината. Мужчина состоятельный. А еще очень красивый. Ну и не старый еще. Одал, это рона чистоты и свободы. На ваших отношениях с мужем нет никакой магии. Но, как я уже говорила, что-то разрушает их изнутри. Я помогу тебе найти проблему, чтобы вы смогли ее устранить. Скажи мне, кто твой муж по гороскопу? А, скорпион. Стихия вода. Энергетически подходящий камень малахит. Подержи его над спящим мужем, чтобы он впитал его энергию. А после принеси его мне. И тогда я увижу, какая проблема разрушает ваш брак. Я была расстроена. Но как же так? Значит, магии на нас с мужем не было. И что означали эти слова Веры о проблемах в наших отношениях? Наверное, у мужа все-таки была любовница. И именно она была нашей проблемой. Чего еще твоего мужа ожидать-то? Давай по чесноку. Он всегда был бабником. Вообще-то это было давно. Еще до инфаркта. А потом, как Шелковый стал, домой летел с работы. Все выходные и отпуска вместе проводили. Здрасте. Привет. Привет. Арина. Вот это да. Слушай, сколько мы не видели, Станя. Ты какая красавица стала. Да, год не было дома моей доченьки. Все, я к ней в Москву ездила. А вот теперь на каникулы приехала. Уже месяц дома. Вот это звезда. Ну что, когда замуж ты собираешься? Ой, не собираешься, пока не нужно. Ариш, ну ты давай уже в кафе-то со мной сходи. Ну чего, месяц дома сидишь, а мы никак с тобой не пересечемся. Помнишь? Когда ты была маленькая. Ну, помнишь, ты мне всегда рассказывала про своих мальчишек? Да, помню, конечно. Ну давайте сходим, только попозже, ладно, немножко? А то меня сейчас вон вообще все друзья на части раздирают. Тоже повидаться хотят. Ну давай. Да, мамуль, я пойду, ладно? Давай, давай. Боренька, как я соскучилась. Привет. Ужинать будешь? Я тут солянку сварила, беляшков нарарила. Да нет, спасибо, я не голодный. Сейчас в душе спать. А ты чего такое загорелый, а? Так на даче маме помогал в городе копаться. А Ольга Ивановна, небось, тебе опять соля не надавала, да? Да нет, в этот раз ничего не дала. Все, я в душ. Алло. Алло. Ольга Ивановна. Ага. Боря доехал. Все в порядке. Ага. Спасибо вам за соленье. На здоровье. Ага. Скажите, а Боря-то вам хоть помогал в огороде? Да у нас дожди такие лили. Какой уж этот огород? Я все поняла. Муж мне врал. Он не был в своей матери. И рассказала мне подержать над головой мужа маятник, чтобы понять, что за проблема была в наших отношениях. Хотя и так было понятно, что это за проблема. Его любовница. Подождите, я только спросить. Этой ночью мне не удалось подержать маятник над спящим мужем. У него была бессонница, и я уснула раньше него. Я была уверена, что он завел роман на стороне, но не стала закатывать скандал. Я решила прибегнуть к проверенному методу. Вы знаете, Боря опять загулял. Я к тому и приехала. А вы можете, можете меня снова в реанимацию положить? Типа инфаркт. Ты что, Регина, нет? Ни в коем разе нет. Мне прошлого раза было достаточно. Из-за твоего липого инфаркта меня чуть с работы не выгнали. Ну, тетя Кларочка, ну, помогите. Ну, пожалуйста, вы ведь для меня как вторая мама. Не надо добить на жалость, Региночка. Мне нужно мужа снова удержать от измен. Регин, открой глаза, Регина. Ты что, не видишь, что он кобель? И что он не любит тебя? Опа, Регинка. Макс? Вот это встреча. Ты как? Слушай, мы лет 10, наверное, не виделись, да? С тех пор, как с маминой квартиры съехали. Ну, расскажи, давай, как там в нашем дворе? Все по-новому. Ну, бараки посносили, кучу новостроек понастроили. Теперь там каменный мешок. Ну, а в личном? Как ты? Женился? Ага, двое детей у меня. Ну, а ты как? Ну, я все так же. С Борей, с мужем. Кстати, помнишь же ты его? У тебя вроде бы офис рядом находится с его комбинатом. Погоди, так вы не расстались? Нет. С чего ты взял? Да так. Макс, подожди, подожди, подожди. Ты чего-то знаешь, да? Ну, скажи. Ну, просто я пару недель назад видел твоего Бориса с девушкой. Они целовались. Как целовались? Ты уверен? А вот идиот. Зачем гопнула? Я поехала к мужу на работу, чтобы поговорить. Но там его не было. Трубку он не брал. На часах было 11 вечера. Я дошла до предела и решила пойти на крайнюю меру. Вернуть мужа с помощью магии. Как свечи эти горят, так пусть любовь ко мне в сердце Бориса разгорается. К себе присушил. Мой навеки. Регина подозревала, что у ее мужа Бориса появилась любовница, которая хотела увезти его с помощью магии. Вера увидела, что в отношениях Регины и мужа магии нет, но что-то разрушает их брак изнутри. Регина выяснила, что муж обманывал ее, и у него действительно есть молодая любовница. В отчаянии Регина решила удержать Бориса с помощью магического обряда. Боря, вот еще так поздно. Два ночи уже. Да переговоры затянулись. Устал, чертовски. Регина, ты знаешь, ты... Ты прости, что я мало уделял тебе внимания. Я люблю тебя. Боря, Боря, ты чего? Я была счастлива. Мой приворот сработал. И муж снова был со мной. Вот уже три дня он мчался с работы домой. И мы проводили все вечера вместе. Что? Что случилось? Опять приснилось, что я в гробу лежу. Третью ночь подряд один и тот же кошмар. Боря, ты успокойся. Такие сны снятся, когда... Такие сны снятся, когда... К долгой жизни. Ложись. Я испугалась за мужа и решила, наконец, выполнить наказ Веры. Подержать ее маятник над спящим Борей. Я подержала маятник над спящим мужем. Боря вернулся. Все прекрасно. Только последние три ночи ему снятся кошмары. Про гроб. А еще он задыхается во сне. Мне как-то не по себе. Может быть, вы посмотрите по его энергии. Ну, что там с ним, а? Геба и Одал. В этом сочетании руны говорят о приворотной магии. Ты приворожила своего мужа? Ну, да. Приворот очень опасен. Он несет негативную энергию, которая разрушает здоровье человека. Твоему мужу снятся кошмары, потому что он предчувствует свою смерть. Ансус, я вижу обман. Ты ведь и раньше прибегала к хитрости, чтобы держать мужа. Ну, да. Я ему наврала. Про инфаркт. Но это он, чтобы изменять перестал. Ну, вот она и червоточина, которая разъедает ваш брак. Ты пытаешься удержать мужа обманом, но такой брак не может быть крепким. Ну, что мне делать? Я не могу потерять мужа. Магию надо снимать. Иначе ты потеряешь мужа совсем. Я не хочу, чтобы он уйдет, чем умрет. Отпусти его. Встретишь ты свое счастье. А чтобы снять магию, налей стакан молока и скажи. Сама привязала, сама отпускаю. И напои этим молоком мужа. Я была просто в клочья. Ведь если я сниму с мужа приворот, он опять начнет мне изменять. А может и вовсе уйдет от меня. Но Вера сказала, что мой приворот убьет его. А значит, я должна была снять с Бори магию. Борь, перезвони мне. Куда ты пропал? Я ничего не понимаю. Иван Жек. Тебе кто-то пишет. Почему ты не на работе? Да что-то плохо себя чувствую. Решил отдохнуть. Ну, видимо, не получится. Вызывают на встречу. Что за встреча? Тебе какая разница? Ну, я просто хотела узнать, в какую сторону едешь. Может, меня подбросишь. А тебе куда? К стоматологу. Не, мне в другую сторону. Я как по телефону твой голос услышал, сразу понял. Что у тебя что-то случилось. Я уверена, Макс. Он сейчас у своей любовницы. Слушай, а ты можешь описать, ну, как она выглядит, с кем он целовался? Ну, я тебе уже сказал. Она в футболке была, то ли в топике, белом, в джинсах, в очках темных, солнцезащитных, желтые там какие-то, такие цветные очки. Слушай, ты не пробовала с мужем напрямую поговорить? Здрасте, Трегин. Я вам крем принесла, мама просила передать. Здрасте. Спасибо, Ариш. Зайдешь, может быть, чайку попьем? А, да нет, я побегу. Сюда, Ариша, давай. Так это же она, любовница твоего мужа. Нет, этого не может быть. Ты чего? Это же дочь моей подруги, ей всего 21 год. Это точно она. В ней и та же майка была, и те же очки. Арина! Арина, стой. Ты что, спишь с моим мужем? Нет, вы что? Не ври мне, Арина! Мой друг тебя узнал, он видел, как ты целовалась с моим мужем. Да что за бред вообще? Ваш муж, он слишком старый для меня, и... Что? Извините, я тороплюсь. Арина, Арина, ведь он в отцы тебе годится. Твоя мама, моя подруга, я с тобой сидела, когда ты была маленькая, как ты можешь? Вера велела Регине напоить мужа заговоренным молоком, чтобы избавить его от наведенной Региной магии. В противном случае он мог погибнуть. Регина никак не решалась снять с мужа приворот, боясь, что в этом случае он уйдет от нее. Вдобавок ко всему, Регина узнала, что любовница и мужа была юная дочь ее подруги. Ты что ж такой творится? Как он мог? Он еще с сопля зеленая. Не расстраивайся, Регишин. Я понимаю, как тебе тяжело. Но ведь жизнь не заканчивается. Макс, ты чего? Прости. Я в тебя с детства влюблен. Но ты же женат. Я в разводе. Просто неприятно было. Макс, я люблю Борю. Да он изменяет тебе напропалую. У тебя совсем гордости нет. О, Макс, привет. Сколько лет, сколько зим. Ну, я, пожалуй, пойду. Пока. Ну, давай. Пошли. Ты спишь с Ариной? Я все знаю. Да. Арина позвонила мне и сказала, что ты в курсе. Боря, ты что больной? Она же у тебя на глазах росла, дочь моей подруги. Как ты вообще мог на такое осмелиться? Да мы случайно встретились в кафе. Ну, когда она из Москвы только вернулась. Разговорились и понеслось. Боря, ты ее любишь? Ну, раньше думал, что люблю. Хотел уйти к ней. Региня, прости меня. Теперь все было понятно. Муж хотел уйти от меня, но его остановил мой приворот. Если я сниму его, то уже не смогу удержать Борю. Арина дома? Нет. Ты знаешь, я поговорила с ней, она во всем призналась. Я в шоке, прости ради бога. Она говорит, что любит твоего Борю. Но я выколчу у нее эти мысли из башки. Мне нужно, чтобы она уехала в Москву. Ну, у нее занятия только через месяц начнутся. Это меньшее, что ты можешь для меня сделать. Твоя дочь совратила моего мужа. Да, хорошо, куплю ей билет. Но я бы на твоем месте послала твоего мужа куда подальше. Хватит за него бороться. Он любит меня. Раньше любил. Вот-вот. Первые пять лет любил. А остальные десять. Ты его силком держишь. Потому он и гуляет. Прошла неделя. Моя подруга отправила свою дочь в Москву. Я выдохнула с облегчением. Теперь, когда любовницы мужа рядом не было, я могла снять с него свой приворот. Боря. 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 Очнись. Боренька, подожди. Я сейчас. Боря, потерпи. Алло, скорая? Муж в реанимации. Ну что же ты тянула? Я же больше недели назад тебе объяснила, как опасен приворот. И все рассказала. Что нужно сделать, чтобы его снять? Но я ждала, когда любовница мужа уедет из города. Ты думаешь только о себе. Ты готова любыми средствами удержать мужа. А ведь я тебе сказала, что приворот может убить его. Ты рискуешь жизнью мужа ради своего эгоизма. Я люблю его. Не нужна ему твоя любовь. Не любит он тебя. Отпусти его. Не мучай ты ни его, ни себя. Сделайте что-нибудь. Снимите мой приворот. Спасите Борю. Есть же какой-то способ. Есть. Я сама могу снять магию. А почему же вы сразу этого не сделали? Почему я должна была поить его молоком? Если бы вы сами сразу это сделали. Если бы вы сняли приворот, тогда бы у нас нормально все было. Я дала тебе возможность самой принять решение. Самой избавить и себя, и мужа от последствий магии. Ведь любое обращение к магии опасно не только для того, против кого оно направлено. Но и для того, кто к ней обращается. Как? Я умру. Турисас. Нет. Твоей жизни ничего не угрожает. Твоя расплата – одиночество. Как долго ты будешь одна, я не вижу. Но ты поплатишься за то, что прибегала к магии и подвергла смертельной опасности жизнь своему мужу. Я согласна. Снимайте приворот. Силой этого става разрушаю вредоносное воздействие на Бориса. Отменяю силу чужого слова. Твой муж поправится. Ага. Поправится? И уйдет. Да пойми ты. Если ты и дальше будешь обманом удерживать мужчину, который тебя не любит, ваши отношения рано или поздно развалятся. Под магией или без. Привет. Здравствуйте, Клара. Здравствуйте. Как у Бори дела? Результаты хорошие. Идем на поправку. Что это было? Инфаркт? Непонятно. По симптомам похоже на инфаркт. А рубцов-то нет. Так что будем наблюдаться. Вот так вот, Эльгинка. Сначала я у твоей койки дежурил. Теперь ты моя дежуришь. Получается, мы с тобой оба теперь сердечники. Наверное, придется с работы уйти. Я поняла, что не могу больше брать мужа. Вера была права. Зачем держать мужчину при себе обманом, если он уже не любит меня? Не было у тебя сердечного приступа. Это все из-за приворота. Какого приворота? Я приворожила тебя, когда узнала, что у тебя снова появилась любовница. А еще у меня не было инфаркта. Тогда, пять лет назад, я обратилась к тете Кларик, чтобы она положила меня в больницу, чтобы ты перестала сменять. Но я поняла, что ты давно уже меня не любишь. И я отпускаю тебя. Регина разведется с мужем, и три года будет одна. Это и будет ее расплата за обращение к магии. А Максим через три года окончательно расстанется со своей женой, и они будут с Региной вместе. Если в отношениях один другого пытается удержать обманом, то такие отношения не будут крепкими и смогут разрушиться даже без магии.